Ребята, всем привет! Сегодня я поговорю с вами о газовой плите и как ее можно почистить. Вот у кого есть вот такая газовая плита, вот с такой поверхностью, то они прекрасно знают, как она сильно пачкается. То есть после каждой готовки, особенно после жарки, ее нужно протирать тряпкой. Для того, чтобы жир не засыхал и вот здесь не были такие пятна. Вот. Газовая плита эта у меня уже давно. И я решил ее помыть, ну полностью, капитально. И обнаружил, что вот эти вот решетки, они просто реально жирные, очень-очень жирные. Я подумал, как же эти решетки можно отмыть? Зашел на YouTube, посмотрел разные видео, чего там только не предлагали, вплоть до того, чтобы выкинуть эти решетки и купить новые. Недавно даже посмотрел видео, где человек просто делал фокус с этими решетками. Он просто положил их в обычный пакет и стал туда с ложечки заливать нашатырный спирт. После чего заворачивал, клал еще в один пакет и какое-то время держал. Но правда, итог он так и не показал, что стало с этими решетками. Очистилось, не очистилось. Якобы там какая-то реакция с нашатырным спиртом в закрытом пространстве. Не знаю, правда это или нет, но на эти решетки нужно очень много нашатырного спирта, потому что не на всю поверхность он попадет. Что сделал я? Я взял эти решетки, положил их в ванну и в ванной их натер раствором из соды и воды. Просто натер эти решетки содой, для того, чтобы реакция с жиром, сода вступает в реакцию с жиром. Вот, для того, чтобы вот эта реакция произошла. Далее, я набрал в ванну горячую воду, кипяток, ну, чтобы покрыло поверхность этих решеток. И далее я добавил туда жидкое мыло. У меня есть специальное автомобильное жидкое мыло, которое моет двигатель, то есть оно разъедает все. У кого такого мыла нет, не обязательно бежать его искать и покупать. Можно добавить просто моющее средство любое, либо самый дешевый стиральный порошок, и пусть у вас в этом растворе эти решетки ночью полежат. Утром возьмите вот такую вот щеточку и просто начните ей тереть. Весь жир с этих решеток начнет сходить сам. Вот такие вот труднодоступные места, они не ототрутся, потому что там уже, если у вас плита давно и вы ее ни разу не мыли, то там жир уже въевшийся с годами. Причем от жары, от того, что вы жарите, да, вот, он уже там как бы стал нагаром таким. Можно взять что-нибудь остренькое, типа ножичка, и попробовать потереть и стереть вот эти остатки жира. Но вот такие поверхности, вот эти вот поверхности, я вот сейчас пальчиком провожу, они у меня просто гладенькие. То есть вот эта поверхность, вот эти вот поверхности боковые, они очистились. Поэтому, в принципе, если вы хотите заморочиться и почистить эти решетки, можете так попробовать. Сто процентов, сто процентов я не гарантирую, что весь жир с этих решеток уйдет, но какая-то часть уйдет и решеточки станут более-менее чистыми. Ну, а кому лень и кто не хочет с этим заморачиваться, то можете оставить просто и так и просто помыть вот эту часть плиты. Ее тоже можно натереть содой, раствором соды и воды, немножко подержать, а потом, соответственно, тряпочкой смыть. И все у вас хорошо почистится. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока!